Обновление подъёмников, как замена газового оборудования и кровли – одни из самых популярных работ по капремонту в регионе. В краевую программу входят 18 185 многоквартирных домов, а общий размер фонда – почти 4,5 миллиарда рублей. Основное требование, о котором говорят не только жильцы многоэтажек, но и губернатор – прозрачность всех работ. Люди должны понимать, сколько денег, на что и когда будет потрачено. В чём им нельзя отказать – это в прозрачности и в понимании, на самом деле, куда уходят деньги и когда отремонтируют дом. Вот этот вопрос сегодня самый главный. И здесь всё равно мы не должны от него отмахиваться. Тут должно быть просто понятно и прозрачно всем жильцам многоквартирного дома, когда их дом попадёт под ремонт, капитальный ремонт, когда им крышу наконец-то сделают, которая бежит, или когда в целом хоть какой-то ремонт или какая-то польза от того, что они платят 5 рублей 30 чем-то копеек за протый метр, всё-таки будет. Вот здесь люди правы. Мы должны первые идти к людям и объяснять им, когда они получат результат от того, что они платят за ремонт этого многоквартирного дома ежемесячно. Определённую сумму. И вот здесь люди, ещё раз подчёркиваю, должны знать, когда будет отдача. С 2016 года план выполнен на 97%. Было в плане 504 дома. Отремонтировано 488 дома. В 6 домов ведутся приём к Ростехнадзорам по лифтам. То есть эти все работы будут завершены в этом году. Вопросов нет. Что касается 2017 года, всё сформировано. Планом предусматривается 847 домов. Сейчас завершены в 444 дома. Повысился уровень доверия жителей к фонду капитального ремонта. Это подтверждает статистика собираемости взносов. Если в начале запуска программы в крае наполняемость копилки не превышала 11%, то в конце прошлого года этот показатель достиг 73%.